всем привет вы на канале возьми сделай продолжаем наши отделочные работы на мансардном этаже и теперь у нас время дошло до стыков гипсокартона с незаводской кромкой то есть с обрезной стороны вот я покажу два варианта как можно его заделать и из двух вариантов вы увидите какой лучше будет задача заделки от этого стыка ну понятное дело что чтобы не было трещины потому что самое такое слабое место на гипсокартоне в отличие от от вот этого стыка с заводской кромкой и также стоит задача чтобы не сделать большой большой большую толщину на этой кромке что потом не было бугра и этот бугор потом не вылазил так ну естественно вот наш не заводской стык вот эта обрезная сторона и выполняю ее в несколько этапов на первый этап это срез под углом для заделки шва то есть срезаю два листа под углом стандартная процедура потом это все дело грунтуется и забиваю все шпаклевкой все так вплотную с усилием нажимаю чтобы шпаклевка проникла до самых самых до самых профилей по максимуму забил и теперь она высохла потом я еще по моему еще один раз проходил чтобы здесь очень гладкая поверхность получилось и теперь у нас выходит вот что мы будем делать мы будем клеить ленту курт от кнауф вот но мы клеить сегодня будем не на шпаклевку фулин фуллер она вот такой вот клей длинностейных покрытий это мы взяли для стеклохолста клеем стеклохолст на него постольку поскольку здесь нет заводской утопленности нам надо сделать слой по минимуму и может просто прыгать шпатолетчик и появится бугорок вот сейчас я вам покажу как я делаю этот стык чтобы даже минимальных не было зазорчиков на нем и так все очень просто принципе есть у нас подготовленный стык я наношу слой клея образно его называют для стеклохолста можно пожирнее наложить потом шпателем лишнее выдавится и доходим на середине стыка заводского примерно беру отрезанный кусочек ленты здесь мы потерял и приклеиваем эту полосочку ровно на стык теперь беру большой шпатель и растягиваем ленту и лентой находящийся клей из-за того что этого клея надо небольшое количество и небольшую толщину под лентой в отличие от того же фугенфюлера мы не наберем толщину вот наш весь клепочке что и выше ну и вот там достаточное количество осталось для того чтобы склеить это все дело можно даже немножко вот так подшпаклевать ну все в принципе наш штык готов это получается у нас как бы второй или третий это как там считать если я подрезку так вот наша лента приклеена и вот у нас нету нету прыжка вот есть на одном месте но это совсем минимально где идет профиль наш центральный там немного прыгает ну это ничего страшного вообще по минимуму здесь даже и усилий не надо будет предлагать к тому чтобы его разогнать то есть примерно при этом в миллиметре перепада прыжка надо по 40 сантиметров каждую сторону разгонять поклевочкой и так вот оно все так как выглядит максимально прижата к листу гипсокартона вот это заделать и швы и сейчас я покажу вам второй вариант заделки шва ленту буду клеить на фуген 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 фюллер там дело посложнее обстоит конечно там толщина под лентой больше и бугор побольше но в общем сейчас все будет и сейчас я вам покажу этот этот же стык который мы заделываем только этот стык клеился не на клей специальный, а на фуген 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 фюллер он зачастую бывают такие ситуации когда наложено шпаклевки шпаклевка под лентой плюс лента дает толщину и у нас появляется такой бугор. Чтобы этот бугор не просвечивался окном под боковым цветом, этот бугор надо разогнать как можно дальше. Минимум на 40 сантиметров надо наложить шпаклевки, чтобы это все сгладить и не так все торчало. Шпатель слышно, что играет, но вот если мы приложим правило, вот мы заметим, что здесь у нас есть в эту сторону щели и в эту сторону щели. Вот эту неровность нам сгладить, чем сейчас и займемся. Можно выравнивать тем же фугеном, но я сейчас подмешал хп финиш и подровняю немножко финишем. Все по старой схеме. Сложь шпаклевки за линию ленты, чтобы на ленту не накладывать больше слой. И у нас тогда бугор будет сгладиться и будет меньше вероятность, что он будет просвечиваться после покраски. Такой же бугорок, конечно, не может образоваться даже после того, как мы наклеим на сам клей, но вероятность и толщина будет намного меньше, чем мы приклеили на шпаклевку. Не вдавливая в цель, а вдавливая, держа шпатель. Когда я здесь веду, давлю на эту сторону, чтобы здесь бугор остался, а когда по ленте веду, вдавливаю в сторону ленты. И тогда она не выбирает из центра поклевок. Нижнюю часть наложили и оттянули. Теперь точно так же в верхнюю сторону по максимуму делаем. Теперь также на верхнюю линию оттягиваем шпаклевку. Продолжение следует... И затем накладываем небольшую шпаклевку. слоем на бумагу и стягиваем. По бумаге должно пройти минимум наложиться шпаклёвочки. Проходимся на сдир. Ну вот примерно так должно выглядеть. Потом после подсыхания слоя мы проверим опять же шпателем на плоскость. Если будут неровности, еще будем дошпаклёвывать и растягивать этот бугорок. Итак, наши растянутые стыки уже просохли и теперь самое время проверить их на плоскость, что у нас получилось. Смотрим, тут небольшой. Есть еще бугорочек, но думаю, что этого будет достаточно. Вот. Тоже небольшое ясно. В пределах нормы. То есть уже получше. И второй стык посмотрим. Здесь вообще шикарно получилось. Вот. Если даже есть какие-то микро бугорочки, тут вообще хорошо. Если есть какие-то микро бугорочки, мы все равно будем сейчас еще клеить стыки на эти стыки. Ну там если что, то еще подведем это все дело. Так что вот такие вот дела с этими стыками. Ну, в общем, вот такое вот видео. Небольшое, надеюсь, не сильно вас это мило. Про заделку незаводских стыков на гипсокартоне. Вот. Ну, в тех местах, где, например, еще будет прыгать шпателечки, еще немножко можно подогнать и этого стыка не будет заметно. В следующем видео мы будем клеить стеклохолст. Вот я уже начал. Часть поклеил. Вот. Опять повторюсь, это мы делаем перестраховку. Крыша мансардная. Все на дереве держится. Чтобы не было лишних трещин. Перестраховываемся. И все сверху покрываем сплошным стеклохолстом. Ну, все тогда. Всех благодарю за внимание. Подписываемся на канал. И до скорой встречи в новом видео. Всем пока.